Меня зовут Карпухина Лидия Андреевна. Я житель блокадного Ленинграда. Родилась я в Ленинграде, училась в Ленинграде, закончила институт. И после окончания института была направлена в Московскую область. Работала конструктором на машиностроительном заводе и вышла на пенсию ведущим конструктором этого завода. Поскольку я являюсь жителем блокадного Ленинграда, то мне хотелось бы сказать, что я принадлежу поколению ленинградцев, которые будут, наверное, последними участниками Великой Отечественной войны. Потому что, когда началась война, мы были детьми. Детей, я считаю, что этот наш возраст был от 17 до года. И в зависимости от того, сколько нам было лет, мы выполняли и старались выполнять все, что от нас требовалось и то, что мы могли. В 16-17 лет, кому было 16-17 лет, они, конечно, все ушли воевать. В основном мальчики, девочки ушли на курсы связистков или саперов. А в 12-14 лет мы, дети, старались, конечно, помочь своим взрослым родителям. И работали у станков в промерзших цехах, продуваемых насквозь ветрами. И работали по 12-14 часов. Мне лично было в то время, когда началась война, 10 лет. И я, по мере возможности, тоже старалась внести какую-то лепту победы своих родителей в этой войне. Я кипятила кипяток, помогала умирающим людям. Кипятила просто напрямуюсь, потому что другого я ничего не могла им предложить. Я помогала своим родителям отоварить карточки, потому что родители работали по 12-14 часов и появлялись дома только ночью. Значит, все отоваривая карточка лежала на моих плечах. Я должна была стоять в очередях, получать пайки блокадные, которые нам выдавали по карточкам. И по мере возможности помогала, пока были силы, пока я могла ходить, пока я не опухла и пока я не слегла. Так что своим родителям я как могла помогала. Да, и еще самое главное, что я приносила воду с Невы. Но речь идет не обо мне, а речь идет вообще о блокаде. Что такое блокада? Значит, война началась для меня в пионерском лагере. Я услышала по радио о том, что началась война. И срочно я была в лагере под Лугой. Меня срочно привезли в Ленинград родители. И я была поражена. Это было где-то на 8-й или 9-й день войны. Город я практически не узнала, потому что все стекла были заклеены полосками. Было указание для того, чтобы сохранить тепло в домах, чтобы во время бомбежек стекла не побились. Значит, все стекла были заклеены в полосках. Мало того, что были заклеены стекла полосками, они были еще занавешены. То есть совершенно свет не пропускал по вечерам на улицу. То есть была полнейшая светомаскировка. Было указание руководства Ленинграда выполнить это. И это тут же моментально все было сделано. Значит, война началась, как вы знаете, для Гитлера близ с турниром, как он читал. Он очень быстро прошелся по Европе. И точно так же подошел на нашу территорию. И если война началась 22 июня 1941 года, то блокада, то есть город Ленинград был окружен, полностью был в кольце уже 8 сентября 1941 года. Вот это считается днем начала блокады Ленинграда. То есть связь с землей в этот день была прервана. Значит, город оказался в кольце врага. Нужно сказать, что эта война, она для нас, для ленинградцев оказалась очень трагичной. То есть ленинградцы оказались в каком-то дубе. То есть без продуктов, без отопления, без торфа. Все, поскольку был окружен город, то не было подвоза, ни торфа. Все были остановлены электростанции. Город оказался отрезанным от света. Город не получал продуктов. Значит, начался заметно еще осенью уже нехватка продуктов. И самое основное, конечно, что приближалась зима, и она должна была для ленинградцев начаться трагически, потому что Гитлер решил молниеносно захватить Ленинград. Но поскольку у него это не получилось, то город оказался в блокадном кольце. И город оказался в блокадном кольце. И, конечно, ленинградцы оказались в очень тяжелом положении. Но нужно отдать должное, что каждый из ленинградцев понимал, что если не он, то защитить ленинградцев будет некому. Поэтому клич для ленинградцев был «Спасти Ленинград». Спасти, поскольку Ленинград стоял на пути Гитлера к Москве, поэтому каждый понимал, что если город будет сдан немцам, если только гитлерские войска войдут в Ленинград, значит, ему, Гитлеру, будет открыта дорога на Москву. Поэтому все отлично понимали... Так, Миша, остановись.